Добрый вечер! Спасибо большое! Студенты в Москве как-то отмечают это событие? Празднуют? Да, я заметила, что даже очень сильно празднуют. Мы все обычно ходим на каток, это традиция. Каждый год все обязательно идут на каток. Причем устраивают прям для вузов. Некоторых открывают большие катки для вуза чисто. Для моего, конечно, нет, но для очень больших вузов – да. И мы все весело там катаемся, устраивают различные конкурсы, соревнования. Кто быстрее катится и так далее. То есть это все-таки действительно какой-то праздник? Потому что у нас в Эстонии, когда мы говорим, что Татьянин день, день студентов, мы вот больше какую-то дань календарной дате отдаем, а на самом-то деле у наших студентов, по-моему, в помине уже никаких традиций не осталось. Ну, я училась два года здесь, на медсестру, потом бросила и поехала в Москву. Здесь совершенно не отмечалось этого, а в Москве прям, ну, очень. Да, мне прям это нравится. Наверное, я ради этого и поехала в Москву. А девушкам, студенткам, которых зовут Татьяны, носят ли их однокурсники цветы? Ну, на самом деле, у меня совершенно нет знакомых Татьян в вузе. Как-то я вот не знаю. Я даже в начале программы предположил, так, полуфшутку, полуферьез, что девушкам по имени Татьяна на экзамене в этот день должна быть скидка какая-то, а может быть даже и зачет автоматом. Но судя по тому, что ты не в Москве, а здесь, сессия у тебя уже закончилась. Да, сессия заканчивается обычно как раз 25-го числа, и все студенты свободны совершенно. Ну, бывают вузы, где еще продолжается сессия, и там, конечно, ну, не так весело, наверное, в этот день. Да, еще бы. Не покатаешься с чистой совестью и полной зачеткой на катке. Да. Но, тем не менее, главный-то день для студентов какой в году? Все-таки, наверное, есть и другие даты, которые с удовольствием люди, учащиеся в вузах, отмечают. Ну, мой вуз международный в первую очередь, у нас очень много иностранцев, у нас есть такой праздник замечательный, это день, международный день студентов, и он проходит в ноябре, обычно это 21 ноября, насколько я помню, и у нас устраиваются концерты, и иностранцы, они прям приходятся своими там с угощениями, всех кормят, это прям тоже традиция. Извините, пожалуйста, мне кажется, у меня сейчас горит каравай. Ты прости, Аню, великодушно, у нее там готовится каравай, между прочим, это одна из традиций Татьяниного дня, но не в плане студенческого праздника, а в плане вот того Татьяниного дня, который изревле на Руси отмечали, и вот существовала традиция выпекать каравай. Она проспорила мне в пятницу, у нас пари такой, каждую неделю, и проигравший должен был испечь каравай, и более того, попробовать. Ну что, уже достаешь, что ли? Да. По принципу, горячее не может быть сырым. Да, Андрей, не по сценарию, но уже готова. Попробовать не удастся, потому что хлеб только из печи, он очень горячий. Но мы как раз подождем. Да, подождать придется. Маргарита, я не знаю, рискнешь ли ты попробовать, но она должна будет съесть кусок такой величины, который определю я. Вот мне тот большой нравится, Аня. Ты же завтра в спортзал, все лишние колории сажаешься. Да, я завтра тренируюсь с Еленой Соломиной, мы снимаем это для какого-то программы. Для какого-то программы, да? Я хотела сказать, для какого-то спортивного марафона. А потом я подумала, может быть, он не так называется. Завтра мне Лена все расскажет. В общем, мы отвлеклись, она же тут студентка из Москвы, Маргарита Теслер. Так вот, какой же праздник главный тогда для студентов? Ну, для меня, на самом деле, в этом году важнее всего оказался фестиваль в Сочи Кевин-2016. Для меня это был большой праздник. Да ты что? А как ты туда попала, расскажи, что ты там делала? У меня есть своя команда, называется Культурные ценности. Мы играем не так давно, но вот поехали в Сочи от нашего вуза. Я создала команду, я, собственно, возродила КВН у себя в институте. У нас для этого его не было вообще. Сама создала команду. Да. Ты кто, капитан команды? Теперь уже да. Теперь уже да? Да. После того, как в неравной схватке победила предыдущего капитана? Ну, просто предыдущего капитана не было, был только, собственно, директор команды, который теперь на вторых ролях сместил его. Ну и как успехи в Сочи? Ну, в Сочи мы выступили, и это главное. Ну, я знаю, что туда приезжает огромное количество команд со всего, можно сказать, бывшего Советского Союза, но это будет неправильно, потому что там еще и из европейских стран приезжают, и даже из Австралии была, по-моему, когда-то команда. В этом году была команда из Великобритании, я точно знаю, также была команда из Германии. Ну, для большинства команд, как я слышал, там все выступления обходятся каким-то пятиминутным, быстреньким таким вот... Тизером. Да, тизером перед редактором где-нибудь в гостиничном фойе, и только избранных допускают уже, так сказать, до того концерта, который покажут по телевизору. Ну, это да, но есть просмотровый зал, где выступают все команды, и там выступает 450 команд в этом году было, все они там показались. 450 команд. Да, молодые команды, которые первый раз приехали на фестиваль, выступают три минуты, а те команды, которые уже более опытные, они выступают 4.30. Как прошли ваши три минуты? 4.30. Наши три минуты прошли... Шутка, наверное, всегда была, это уходить со слезами, потом возвращаться и ужасно дико смеяться. Я могу посмеяться даже. Уходить со слезами, возвращаться и дико смеяться. Ну, я их обманываю таким образом, я ушла... Это театр абсурда называется, я догадалась. Меня выгнали из команды, я вернулась и засмеялась. На самом деле, есть, конечно, и текстовые шутки. Ну, что-нибудь одно такое, давай, на вскидочку. Мы не будем судить строго. Ну, например... Если мы не засмеемся, спишем это на наше плохое чувство юмора, что на самом деле соответствует действительности. Да. Ну, сейчас, она немножко такая жесткая, наверное. Дальнобойщик случайно сбил Путану и расстроился, ведь следующее будет только через 400 километров. Да, жестковато. Жестковато. Но это какие-то, наверное, безлюдные сибирские дороги. А правда, что ты нам приготовила какую-то игру? Да, я вам приготовила игру. Так как я филолог, знаю много языков, то для меня эта игра является... Сколько? Ну, вообще, я учила сербский, французский, собственно, эстонский, конечно же, знаю, английский. Люблю корейский учить, но пока не выучила. Учила. Я в университете учил болгарский и запомнил до сих пор одну фразу. Она звучала так. Кыде и чанто-то. Это вопрос. Означает, где сумка? И ответ, подлегло-то. То есть, под кроватью. Почему именно это сочетание засело мне в мозг? До сих пор я не знаю. Ну вот, игра такая. Нужно петь песни. Начинаю я, например, на каком-то языке. Классное задание, у меня вообще нет слуха. Начинаю я на каком-то языке. Можно пару слов буквально из песни, но только главное не повторить язык. Вот, например, я начинаю на русском, дальше по-английски, по-немецки и так по кругу. Не любую, или мы все должны одну и ту же песню? Вообще любую. Нет, любую песню на разных языках. Давай. Я начну, можно тогда, да? Ну, попробуем соревнуемся в полиглотах. Ну, так как... Французский. А я спою... Она тоже на другом языке же? На французском нельзя. Это итальянский. Ой, простите мне мою серость. Ладно, я чтобы... Вся песня, два слова. Я, чтобы приберечь свои козыри, я сразу по-русски «Ты морячка, я моряк, ты рыбачка, я рыбак». Пусть будет так. Вот, шаг и мат. Полиглоты. Один, два, три, полицаи. Это испанский. Прекрасно. Так, мне, наверное, надо спеть что-то по-эстонски. Ну, например... Это тоже испанский. Это португальский. Как вы португальский и испанский так похожи? С ума сойти. Да, а я спою... Английский. Ты ж меня пидманула, ты ж меня пидвела. Украинский. Вот хитрец, а. Танцуй, танцуй, выкруцай, выкруцай, лен ми пецку не зрус. Сербский? Нет, словацкий. Словацкий. Сербский, словацкий. Друзья, я больше не знаю ни одного языка никакого. Я еще знаю. Курту, теце, курту, теце, гай, литыма. Но это латышский. А по-польски что-нибудь? Сейчас, подожди. Давай еще что-то. Сейчас у нас тут финал. Финал битвы полиглотов. Я выбыла из игры. Так, конечно, сейчас... Я забыла песню. А, ну, конечно же, я знаю по-корейски, но я не уверена, что я правильно спою. Никто не поймет, не стесняйся. Доне моно, че-то, дон, люси-фер. Вот что-то. Ну, так же я могу по-грузински спеть. Су-ли-ко-о. Ну, ладно, хорошо. По-корейски можно было спеть оп-паганнон стайл. Оп-паганнон. Но это же не по-корейски. Ну, вот это... Чита, 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 маргарита. По-грузински. Да, по-грузински. Тогда вот это вот, моя любимая китайская песня. Хань-чинь, 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 хань-чинь. Ну, это к моему может далеко зайти с тобой. Все равно никто не проверит. Какие шевелы с музыки такие? Все перебрали, пожалуй. Японский очень похож на китайский. Так, ну, я, наверное, буду сдаваться, потому что, по большому счету, даже китайский уже был, в общем-то... Не китайский. Ну, приблизительно где-то. Да, я сейчас по-сербски знаю, но я забыла ее. Давайте, может быть, мы попробуем каравай. Давай попробуем. Ну что, Аня, я буду благосклонен к тебе, я не заставлю тебя есть очень большой кусок. Конечно, я не съем. Я, вот, например, возьму себе вот этот хлебушек. Мы будем прям руками ломать? Ну, конечно, это же хлеб. Мне интересно, пропекся ли вот тот самый большой кусок. Ты знаешь, большой не знаю. Этот пропекся прекрасно. Нет, у меня, к сожалению, не получилось сделать корочку, потому что у меня не было с собой желтка. Нужно было перед тем, как отправить в печь, каравай, конечно, смазать желтком, и тогда была бы аппетитная корочка. Вкусно. А я тебе скажу, что ты справилась. Да, по-моему, тоже. Вот без дураков. Справилась вполне. Как, Маргарита? Я тоже считаю, что... Вполне хлеб все я получила. Да, отлично получилось. У меня дома хлеба нет, я с собой заберу. Нет, подожди. У нас, в конце концов, студентка в гостях, а студентам, как известно, вечно не хватает еды. Так что пусть Маргарита возьмет эту краюху хлеба с собой в Москву и накормит пол общаги. Нет, Маргарита, вы пока довезете, пока довезете, он уже зачерствеет. Поэтому я просто с собой макарон дам. У нас там есть макароны. У нас попкорн есть, который тоже можно будет на кухне сделать. У нас картошка есть. Она, наверное, проросла. Кстати, завтра проверим, проросла ли наша картошка. Поэтому у нас есть много крупы какой-то там. Нам все подойдет. Я хочу вернуться к теме КВНа и студенчества, чтобы вот так вот увязать две основные темы разговора с тобой. Сегодня КВН в России, посмотрев на то, как это делается в Сочи, что из себя представляет? Это действительно, как оно изначально задумывалось, такое студенческое движение, или все уже поставлено на профессиональный рейс? Это студенческое движение. И это... Я не ожидала, что в таких масштабах это все происходит. Очень много лик различных, очень много команд. И постоянно приходится с кем-то соревноваться. И это же интересно. Прости, пожалуйста, говорят, это не женское дело, юмор. Да, в каком-то смысле, да. Гендерное несправедливость, гендерное неравенство здесь имеет место быть. Но у нас есть мальчики, чтобы писать, если что. Ну, я пишу иногда, но мальчиков получается лучше. А потом она отбирает лучшие шутки, на правах капитана выходит на сцену и является главной звездой своей команды. Маргарита Тислер сегодня была у нас здесь, студентка из Москвы. Успехов! Удачи! Спасибо за беседу. И удачи на следующей сессии. Ни пуха, ни пера. К чему тут? Или как у нас говорят.